Акимат Североказахстанской области Акимат Североказахстанской области Акимат Североказахстанской области Акимат Североказахстанской области Акиматом денег на строительство По программе 7-20-25 На сумму 150 миллиардов тенге Это для Астаны, Алматы, Шимкента Это 20 миллиардов тенге В других регионах по 6,4 миллиарда тенге Второе это снижение первоначального взноса По задумке авторов Теперь достаточно накопить половину первого взноса Субсидировать другую будут Акиматы Однако дело это добровольно Руководство регионов само вправе решать Брать на себя ответственность или нет Североказахстанская область стала пятым регионом Где население может рассчитывать на поддержку В лице государства Планируется в этом году Планируется в этом году На вот это субсидирование Выделить порядка 200 миллионов тенге И отработать эти механизмы Что касается официальной статистики То от казахстанцев уже поступило 3400 заявок Для участия в конкурсе 2180 из них одобрены В нашей области их пока две Займы по программе 7-20-25 Выдают 7 банков второго уровня Ни дорог, ни света Жители массива Заречный-2 Что в октябре просят представителей власти Обратить внимание на их проблемы По их словам, на улицах нет освещения А детям негде играть Этот старый ржавый пароволс Единственная достопримечательность местной детворы Если не считать импровизированного склада Стройматериалов Зеленый луж источных вод В центре двора И заросли сорняка Картина не самая живописная Добавить к этому непроглядную темень Отсутствие асфальтированной дороги И на выходе, как результат Недовольство жителей Которые сегодня с помощью нашей программы Решили напомнить властям о своих правах Правах на нормальные условия жизни У нас проблемы с освещением Ни одна улица не освещена Мы идем с остановки с детьми В потемках с фонарями Встречаем своих детей к 8 вечера Вы представьте, как мы идем Потом у нас проблемы Еще нет у нас даже дорог Хотя бы нам ее щебенкой засыпали Или чем-то таким, чтобы дети могли пройти Как нормальные люди Они пока до остановки придут У нас в автобус мы войдем Все на нас могут сказать С какого это болота Я выросла вот на вот этом Гарнии вырастила своих детей Я здесь 28-29 лет живу Вырастила своих внуков, детей вот своих И теперь что вот Мои правнуки вот тут Вот смотрите, что делается Это вот нам сюда надо детскую площадку У нас Акимата Ихскаков никакие меры не принимает Хотя обещали ребята, что Акимата были Говорили, что все, поможем Но никто ничего не поможет Здесь детская площадка должна быть На свои средства вы вообще не думали Установить установки? На свои средства детских площадок А что у нас здесь в основном живут пенсионеры? А что они пенсию получают Им только вот на быт хватает То, что им В нашей независимости 27 лет А мы до сих пор живем как в среднем веке В непроходимой тьме Это стыдно Дети утром идут в школу Вечером из школы По темным улицам Мне жалко их, когда вижу Как им приходится добираться Я сама недавно так шла вечером И упала Ушибла бедро Я недавно с Алги переехала Даже там таких проблем не было По словам жителей двора На улицах Попова и Саяжай Менять что-то за свой счет Они не в состоянии Вся надежда на Акимат Кстати, за помощью в администрацию Они обращались не раз Но безрезультатно На запрос журналистов Представители власти Тоже особенно обнадеживающего Ответа не дают Так, в городском отделе ЖКХ Говорят, что в ближайшее время По городу планируется заменить 300 опор уличного освещения На металлические За счет этого Старые столбы могут распределить По второстепенным улицам Ак-Тубе и Пригорода Линии будут подземные А не воздушные И вот за счет этого Мы хотим демонтировать И ставить На необходимые Уличные освещения Районные Например, ГМЗ Шанхай Старая часть города А в Заречном? В Заречном Мы сейчас будем Выезжать И смотреть Возможность Во-первых Самая главная возможность Для начала Рассказал чиновник Жителям нужно написать Письменные обращения После чего Комиссия выйдет на место При наличии условий Для проведения освещения У улицы Есть все шансы На то, что здесь Наконец Загорятся фонари Что касается дороги В профильном ведомстве Асфальта Жителям никто не обещает Но есть вероятность Что дороги могут Засыпать щепнем Этот вопрос Будет рассматриваться Лишь в следующем году В Таиншинском районе Северо-Казахстанской области Открылся завод Биооперейшн Теперь там из пшеницы Смогут получать Крахмал, клейковину И другие продукты Много лет Завод ждал инвесторов И наконец Наступил тот день Когда предприятие Было модернизировано И вновь начало Функционировать Благодаря влиянию средств В торжественной церемонии Открытия Принял участие Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов Он практически Вот вторая жизнь Начинается Крупного Интересного проекта Вот таких заводов В мире Немного Немного Это завод В Казахстане Единственный В соседней Российской Федерации Тоже немного И раньше Мы продукцию Которая так необходимо Вот Глютен И крахмал Все импортировали Из соседних государств Из-за рубежа То сейчас Мы полностью Закрываем Все потребности Нашей страны Вот продукции Которые будут Выпускаться На данном заводе И также Будем экспортировать В Европу И в страны Центрально-Азиатского Региона Это единственный завод В Казахстане И Центральной Азии Где занимаются Производством Крахмала Клейковины И биоэтанола Продукты Глубокой переработки Зерна Пользуются Большим спросом На рынке Отмечают руководители Мощность объекта Позволит выпускать До 300 тысяч Тон продукции В год Самое главное Что сырье Экологически чистое Выращено здесь В Северном Казахстане Переработки Зерна Пшеницы К сожалению В нашей Зерновой стране Эта отрасль Отсутствовала И надеемся Что это первое Предприятие Будет первой Ласточкой Которая даст Импульс Развитию Целой отрасли В которой Можно перерабатывать Зерно После торжественной части Гости ознакомились С работой завода По словам инвесторов Для того Чтобы вновь Активировать Всю систему Пришлось приложить Немало усилий К примеру Некоторое оборудование Заменили на новое А этот механизм Можно назвать Сердцем завода Весит он 150 тонн И закуплен был Специально в Германии По словам специалистов Производство Славится и тем Что не наносит Вреда окружающей среде Было отметено Что инвесторы Вдохнули в предприятие Новую жизнь После восьми лет Простоя Примечательное то Что здесь внедрены Новые технологии В сфере цифровизации И вся работа Автоматизирована Все можно даже регулировать С телефонного капель Да? Не сделано Поэтому Давайте Мы Доспускаем 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 Как подчеркнул Лаким Североказахстанской области Кумар Аксакалов Запуск Высокотехнологичного завода Окажет положительное влияние На развитие экономик региона В целом Только для экономики Таиншинского района Что мы получим Сегодня В рамках продолжения Дальнейших проектах Мы Порядка тысячи человек Рабочих мест создадим Только в бюджет Таиншинского района Поступит около 100 миллионов тенге налогов Поэтому я думаю Это хорошее подспорье Для экономики Ежегодно Это хорошее подспорье В целом Для экономики Не только Таиншинского района Но и в целом Области Для возобновления работы Предприятие Было привлечено Порядка 5 миллиардов тенге Частных инвестиций Чтобы получать здесь Биоэтанол И открыть третий этап Производства Нужно еще 6 миллиардов Отметили специалисты Благодаря запуску линии Появилось 400 новых Рабочих мест При поддержке инвесторов В Таиншинском районе Также начнет работать Свиноводческий комплекс И мясокомбинат Редактор субтитров А.Семкин